приветствую вас дорогие друзья это канал орел без решки мы находимся в египте в городе шарм и шейх в этом ролике мы с вами посмотрим на самую большую мечеть старого города бываем районе на амабе с его знаменитыми барами и ресторанами а также посетим новый район сока подписывайтесь на канал ставьте лайк пишите комментарии к этому видео что подгорит на итоге выдвинули его в топ мы начинаем это у нас мечеть рахмана находится в туристическом районе но не на одном туристическом маршруте шарм и шейха ее нету я бы про нее сам бы ничего не знал если бы я не видел ее из окна моего отеля фарана риф сама эта мечеть находится в районе хадаба в жилом комплексе marina sport club ее не только видно из моего отеля также слышно здесь пять раз в сутки как положено у мусульман зазывает на молитву на намаз это коптская церковь святой марии и святой мины вот он вход но тут не так ты просто попасть нужно пройти через полноценный кпп и вот меры безопасности в шарме коптская церковь была построена в 2010 году находится в районе хадаба между на ямой бы и старым городом по пути от отеля фарана риф к старому гору открывается такой вот красивый вид частности мечеть эль-сахаба а также за моей спиной можно увидеть один из блокпостов которых множество в шарме шарм хургады все туристические города подвергались террористическим атакам исламских фундаменталистов особенно туристов поэтому в египте очень усилены меры безопасности везде стоят блокпосты в случае необходимости они могут заблокировать движение все с автоматами снимать конечно же нельзя вот он собственно старый город такая вот здесь гора водопад лестницы где можно гулять по пещерам лазить и надпись old и джип похоже на надпись голливуд в калифорнии вообще старый город это множество таких вот магазинчиков сувенирных и можно купить от одежды кальянов до фруктов также здесь в старом городе находится самая знаменитая мечеть шарм-эль-шейха эль-сахаба мечеть эль-сахаба это самая новая самая большая мечеть шарм-эль-шейхи была построена в 2016 году выполнена в атаманском мамлюкском стиле высота 81 метр непосредственно в самой мечети можно сказать даже продают сувениры и египет является вторым после турции любимым местом для наших туристов из россии страны снг поэтому здесь многие вывески продублированы на русский язык и местные торговцы прекрасно вас могут понять на русском языке нам оба это самая старая цивилизованная популярная и благоустроенная часть шарм-эль-шейх и основная достопримечательность нам это широкий прогулочный проспект который соединяет море и отели и плавно переходит в главную улицу курорта именно здесь сосредоточены все бары рестораны дискотеки и магазины уже все готово к празднованию нового года стоят такие вот елочки не такие конечно как у нас в россии там уже надпись 2022 happy new year эта улица называется султан кабус здесь в темное время суток гораздо более красочнее чем днем все подсвечивается сверкает очень красиво все основные бары и кафе расположены здесь такие как little buddha hard rock кафе она прогулочная зона начинается от ресторана панорама шарм есть также все известные клубы такие как паша макдональдс даже есть на этой улице также можно спокойно купить алкоголь здесь свободной продажи в отличие вот например того места где находится мой отель фара на риф вообще нам оба это бухта большая бухта где располагаются отели слева от меня отели вот можно видеть они готовятся к ужину справа от меня уже пляж пляжная зона лежаки разделяет это все прогулочная зона где можно гулять где есть рестораны на любой вкус и кошелек если надоест отельная еда лучшим местом для отдыха в шарме считается именно на мог бы если вам не надо чтобы в отеле были непосредственно кораллы что здесь кораллов таких нету отдых здесь высокого уровня район сока это новый район шарм-эль-шейха выполненные по аналогии с одноименным развлекательным кварталом лондона здесь есть поющий фонтан и все более современно современные павильоны местные торговцы не навязываются не хватает за руку когда видят белых людей в общем как европе сделали также здесь усиленные меры безопасности вот такие наше устройство по записи звука заинтересовали местных security два раза нас проверяли просто шли остановили пойдемте проверим можно нельзя все в итоге разрешили поющий фонтан сока большую часть времени пребывает выключенном состоянии его включают вечернее время суток каждый час на 15 минут струя воды бьет ввысь на 15 метров район сока это самые самые современные района шарма здесь нет ничего общего с египтом которую мы все знаем здесь тебя как я уже сказал за руку не хватает а так сам по себе шарм это туристический город большая часть населения здесь туристы шарм состоит в основном из отелей ресторанов прогулочных зон и всяких сувенирных рынков и лавочек насчет того как провести свободное время в шарме после пляжа если вы хотите более спокойную европейскую обстановку вам сюда всох и если вы хотите более восточный колорит то вам куда куда угодно но не сюда другие районы шарма для этого подходят канал орел без решки это не только прогулки по городам а также обзоры отелей и ресторанов подписывайся на канал если понравилось это видео видео